Как поставить нарцисса на место? Конечно же, лучшей стратегией поведения в такой ситуации является не общаться с таким человеком. То есть, если у человека нарциссическая какая-то личность, он тебя этим разрушает, лучше с ним не общаться. Но часто бывает так, что ты не можешь перестать с этим человеком общаться. Предположим, это человек с твоей работой, человек какой-то из твоего близкого круга, какой-то из твоих родственников, с которым ты опять же не можешь просто взять и перестать общаться. В такой ситуации возникает вопрос, как же повернуть все эти разрушительные действия нарцисса против него самого, чтобы это не действовало против вас. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, и сегодня мы с вами разберемся с тем, как же поставить нарцисса на место, и если рядом с тобой есть нарциссическая личность, как сделать так, чтобы этот человек тебе не вредил, чтобы ты мог находиться в безопасности рядом с ним. Если вам эта тема интересна, а она должна быть интересна, ставьте лайк этим видео, можете этим видео поделиться в своих социальных сетях, подпишитесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления, и мы начинаем. Прежде всего, вам нужно понимать и держать это постоянно в голове, что человек с нарциссической личностью – это человек-проблема. У нарцисса есть постоянная неуверенность, вот эта вот неустойчивость, связанная с сомнением в собственной самозначимости, которую он пытается повысить через доминирование над окружающими людьми. Нарциссы часто ведут себя грубо, обесценивающе, они могут часто ныть, обижаться, жаловаться, обвинять других людей, то есть общение с ними связано с вот этими какими-то такими негативными эмоциями, которые они у вас вызывают, и вам нужно понимать, что когда он что-то говорит вам, или он что-то говорит о вас, как-то вас оценивает, или он говорит что-то вам о ком-то, важно не то, что он говорит, то есть содержание, а важно то, как он это делает. То есть вам нужно понимать, что все, что он делает, он делает с позиции, ну, такого самоисправления, самолечения, что ли. Нарцисс постоянно играет в игру «хороший полицейский, злой полицейский». Это ситуация, когда ему нужно, с одной стороны, вас держать возле себя, чтобы, так сказать, не отпугнуть, потому что ему нужно получить от вас нарциссический ресурс. Ему нужен кто-то, кто будет с ним общаться, кого он может унижать, над кем он может показывать свое доминирование. То есть, предположим, вы где-то вот общаетесь, и он вдруг начинает как-то обесценивающе говорить по поводу вашего какого-то мнения. Ну, типа, дура, как ты могла такое говорить? Ну, все же понимают, что это глупости. Тебе от этого неприятно. Ты там себе еще не особо анализируешь, нарцисс он или нарцисс. Просто такие вещи, когда человеку говорят, недружественные. Человеку неприятно. Ты, соответственно, немножко закрываешь свой цензор. То есть, у нас внутри есть такой внутренний цензор, который определяет людей в плане свой-чужой. И вот немножко этот человек уже не совсем свой, я не буду перед ним открываться, нужно закрыть ворота своих границ. И я, в общем-то, по отношению к нему немножко так настороженно отношусь. Проходит 5 минут, я встречаю его где-нибудь в коридоре еще где-то, и он как ни в чем не бывало начинает общаться со мной, как, о, привет, видела там новость, в общем, новый фильм вышел, классно, можно будет пойти посмотреть. Ты смотришь, он к тебе относится эмоционально дружелюбно, эмоционально открыто. И в такой ситуации у нас мы, конечно же, тоже начинаем к человеку открываться. И вот только мы открылись, этот хороший полицейский уходит, приходит опять злой полицейский. В следующий момент, приположим, тебя газлатит. Ты ему говоришь, мы же сегодня договорились с тобой в 5 часов пойти куда-нибудь там вечером. Он говорит, нет, мы договаривались на 6, ты неправильно записала, потому что у тебя голова дырявая. В такой ситуации вам просто нужно понимать, что вот этот человек, он такой вот, какой он есть, он такой вот мозаичный, он то хороший, то плохой, то злой, то добрый, то какой-то веселый, то невеселый. И вам нужно удерживать это в голове, не забывать, не обманываться, не обманывать самой себя, что ну вот вроде сейчас он какой-то в хорошей паре, мы можем с ним сейчас как-то повзаимодействовать. То есть к нему нужно относиться немножко так настороженно. Часто бывает так, что нарцисс начинает вам очень много жаловаться, сливать какой-то, так сказать, негатив, то есть негатив это негативная оценка окружающей какой-то действительности для того, чтобы испортить вам настроение, и когда он видит, что у вас испортилось настроение, он в такой ситуации будет чувствовать себя более устойчиво, потому что я контролирую твою эмоциональность, я смог испортить тебе настроение. И они очень часто вот жалуются, знаете, это такие вот нытики, он может, например, жаловаться, вот вы пришли кто-нибудь в ресторан, едите, и вот он начинает жаловаться, что еда не такая, официант не так что-то подачу сделал, там еще что-то не так, и в такой ситуации с этим невозможно спорить. Не дай бог вам начать вступать в эту игру и начать его как бы подбадрить, говорить, да нет, посмотри, не так все плохо, ведь неплохо зажарено, неплохо здесь саталцены хорошие, еще что-то хорошее. Он все ваши доводы тут же разобьет, он с удовольствием примет вашу эту игру, и в результате добьется того, что вы будете в плохом настроении, если не плакать. Вам в такой ситуации очень важно разделять его и себя, и вы должны научиться формулировать такие, по сути, как двойные послания. Я слышу, что тебе не нравится здесь, но мне здесь нравится. Я понимаю, что тебе эта еда кажется невкусной, но мне она кажется вкусной, но вот это и это мне нравится. То есть ты это ты, я это я. То, что ты считаешь, я слышу, учитываю, но имею при этом свое мнение, которое для меня гораздо важнее, чем твое мнение. Еще одна ситуация, это когда нарцисс начинает унижать кого-то из окружающих, естественно, за глаза, чтобы тот человек не слышал. Он начинает при вас это делать для того, чтобы, опять же, ну как-то вот эмоционально вас пошатнуть, чтобы у вас испортилось настроение, возможно, чтобы завязалась какая-то интрига. Предположим, он вас настроит против кого-то, а потом с тем человеком будет против вас также интриговать. Так вот, в такой ситуации, если он начинает говорить, что у того руки там из задницы растут, это какая-то уродина, это там себя ведет, как какая-то проститутка, это еще что-то. Вам нужно в такой ситуации, ну опять же, держаться своего, если даже он начинает, ну про какого-то человека, который там какую-то ошибку совершил, вот очень сильно его критиковать, вам нужно сказать, что, знаешь, да, действительно, вот сейчас он себя ведет не очень хорошо, он там, не знаю, ну скажем, на работе там провалил проект, но я помню, как год назад он очень важную вещь для меня сделал, он мне помог, и вот он чему-то меня научил. То есть вам важно показывать свою точку зрения, которая должна быть такая вот сбалансированная, и она должна быть не привязанной к точке зрения человека с нацистической личностью. То есть я считаю иначе, и я считаю так вот, потому что вот так, то есть не потому, что я просто тебе перечу, потому что тогда он опять же начнет с вами спорить просто ради спора, что вы говорите, нет, он человек нормальный, он все-таки не такой, как ты о нем говоришь. Он говорит, нет, вот все-таки он неумех, он некомпетентен. Нет, я вот, у меня есть моя точка зрения, у меня есть мой опыт, мой опыт мне говорит, что вот он тогда-то вел себя так-то, и я опираюсь на себя, а не собираюсь с тобой вообще это дело обсуждать, не собираюсь с тобой спорить. Ну и еще, знаете, нарциссы это такие люди, которые любят где-нибудь, вот компания собралась, какая-нибудь вечеринка, и он начинает высказывать какое-то такое противоречивое, часто скандальное мнение свое особое, обычно какая-то, знаете, совершенно глупость какая-то, но такая глупость, которую, в общем-то, сложно как бы ей спорить, и он вызывает всех на спор. Ну, например, там, знаете, что земля плоская, ученые доказали, потому что там, вот я в гугле прочитал, или там, что вакцины против коронавируса придумали люди, которые хотят на нас заработать, они используют нас, как подопытных кроликов. Вот он говорит такую какую-то вот вещь, и при этом он тут же тестирует, кто на это реагирует. Если никто не реагирует на его эти заявления, то он как бы идет, ищет какую-то следующую такую, знаете, из желтой прессы какую-то сентенцию. Если кто-то реагирует, то он цепляется и начинает с этим человеком постоянно спорить. Переспорить нарцисса невозможно, потому что это человек, который упертый. Спор имеет смысл тогда, когда люди хотят договориться. Если кто-то хочет просто показать, что он доминирует, что он контролирует, то он будет приводить какие-то идиотские доводы, не обращая внимания на то, что ты их не принимаешь, и не принимать твои доводы, насколько бы они логичны не были. То есть ни в коем случае не спорьте с нарциссом. Вот это тот случай, когда не спорьте с дураком. Поэтому если вы замечаете, что он начинает как-то вот настаивать на какой-то вот такой точке зрения, которая у вас как-то вам не нравится, и особенно если она вас касается, вы не можете проигнорировать это, вам нужно сказать, что у меня есть другое мнение по этому поводу. Оно отличное от твоего, и для меня оно важно, в отличие от твоей точки зрения по этому вопросу. Игнор. Часто нарциссы начинают наказывать молчанием, он молчит, не разговаривает с вами, потому что он таким образом вас наказывает за непослушание, за то, что вы не отвечаете его каким-то ожиданиям. Вы должны быть наказаны, вы должны переосмыслить свое поведение и начать вести себя наконец-то так, как он хочет. Что в такой ситуации делать? Худшее, что вы можете делать, это если вы будете действительно чувствовать, что вас как будто бы наказывают, вы будете стараться как-то поднять ему настроение, потому что он же обычно молчит, еще такой как бы обиженный, пытаться как-то извиниться перед ним. Все эти вещи, это вот вы играете в такой ситуации, в игру, в которую нарцисс вам навязывает. Вам нужно, как только вы понимаете, что он начинает с вами вот так вот вести себя, как ребенок, то есть он вас игнорирует, воспринимать, что сейчас этого человека нет, он не в контакте. Вот сейчас его нет, и я сейчас, ну, планирую, то есть договариваться с ним нельзя, обсуждать с ним что-то нельзя, говорить с ним сейчас нельзя, потому что он меня игнорирует. Поэтому я себя веду так, как будто бы его нет, как будто бы я одна. Я планирую все свое время так, как будто бы я вот сейчас была одна. Если вдруг это тело где-то стоит там, не знаю, загородило вам путь к холодильнику, тогда вам нужно сказать, что ты знаешь, я сейчас вижу, что ты меня игнорируешь, я вот это замечаю, ты сейчас со мной не разговариваешь, я не собираюсь никак с тобой по этому поводу дискутировать, спорить или пытаться переломить твою позицию, ну просто отойди, ты мне загораживаешь путь к холодильнику. То есть, грубо говоря, такая вот твердая позиция взрослого человека к поведению ребенка, что я вижу, как ты себя ведешь, продолжай себя так вести, ну вот, например, мне сейчас нужно уйти, выключи свет там, или отойди, не мешай. То есть, вам ни в коем случае нельзя играть в игры нарцисса. Вам нужно понимать, что этот человек проблема, который постоянно решает свою проблему через вот такие вот манипулятивные игры. И вам надо понять, что он эту игру постоянно будет вам навязывать, а вы в эту игру не должны играть. У вас есть своя жизнь, которая лучше и важнее для вас, чем его игра. Вам не нужно с ним, не дай бог, спорить, не нужно вот как-то хамски отвечать, не нужно быть грубым. Очень важно быть таким вот твердым, с жестким пониманием, где твои границы, что ты собираешься делать, и при этом с чувством самоуважения. Вот почему люди такие, знаете, хамовитые и вот такие вот хабалистые, они, как правило, становятся жертвами нарциссов очень легко, потому что они стараются как-то с нарциссом переспорить, начинают с ним вот это вот бодаться, как два барана на мосту. Естественно, что нарцисс с удовольствием принимает такую позицию, и естественно, что все это заканчивается тем, что длительные отношения, с постоянной борьбой, нарцисс постоянно находится в такой вот баталии, где он в результате получает хотя бы иногда чувство своей значимости, потому что для нарцисса это необходимо, а для человека, который с ним находится, это просто трата своего времени. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам удавалось поставить на место нарцисса, который был в вашем окружении, особенно если вы чувствовали, что он как-то втягивает вас в эту игру, а вы вот проявляли стойкость. Такие практические примеры очень ценные, я буду вам очень благодарен, потому что это важно для тех людей, которые смотрят это видео и читают потом ваши комментарии, и для меня, потому что вот эти вот конкретные примеры, они вдохновляют меня для работы над следующим видео. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы больше людей посмотрели это видео. Если вы вдруг еще не подписались на мой канал, подпишитесь, чтобы не потерять меня, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о эфирах и стримах. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.